Адлерская набережная На протяжении 40 дней во всех российских храмах ежедневно проходили богослужения, во время которых поминались все 92 имени трагически погибших. Поминальные панихиды прошли и сегодня. В Сочи служба прошла в более чем 30 храмах. В Свято-Троицком за упокойное богослужение совершил благочинный Алексей Стаднюк. Во всех храмах Русской Православной Церкви, начиная от Москвы храма Христа Спасителя, начиная с молитвы первосвятительской патриарха Кирилла и до какой-то деревеньки будут возноситься молитвы о том, чтобы Господь принял их невинные такие жертвы. Отстоять поминальную службу только в Свято-Троицке храм пришли без преувеличения сотни людей. Это и постоянные прихожане, и представители общественности, и студенты. Тяжело осознавать такую большую утрату, тем более это были люди, которые были известны, очень знаменитые, и очень много сделали уклада для страны, для наших международных отношений. И, конечно же, мы скорбим по такой утрате. Для всех желающих почтить память погибших россиян в храме не хватало места. Тем не менее, оставить свечу и отдать дань уважения и скорби смог каждый. Мы, конечно, все очень скорбим. Нас глубоко тронула эта трагедия. И никогда не забудем о тех людях, которые погибли. У нас все так в жизни происходит, что нас всегда сплочает всегда горе. Чтобы мы поняли, что мы нужны друг другу, что мы важны друг другу, что мы должны рядом быть и помогать. Вечером в память о погибших в авиакатастрофе прошел концерт-реквием Сочинского симфонического оркестра. В зале органа и камерной музыки звучали классические произведения Баха, Шуберта, Брамса и других композиторов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.